Девчонки, смотрите, какое классное постельное купила. Даня сказала, мам, говорит, постельное вообще прикольное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, ну вот так выглядит моя утренняя рутина. Уход за собой, крем, патчи под глаза, обязательно делаю укладку. Конечно, укладка потом исчезает, но все равно прилично. Ну, так как мы с девчонками челлендж у нас, каждое утро я пью теплую воду, стаканчик. Это запускает мой организм, и вам того же советую. Девчонки, мой завтрак. Это одно лицо. Кабачки, которые я делала, очень вкусные. Их просто подогрела, и все. И баклажаны. Еще я очень хочу, возьму сейчас себе в тостере. Я сделала себе хлебушек. И у меня есть шоколадное масло. Я сейчас это все буду есть. Ну и, конечно, сборы на работу. Макияж. У меня вообще ничего не меняется. Все как было, так и есть. Так. Так, вот чуть-чуть поставлю. У меня сейчас катрис. Потому что из-за солнышка приятные стали более яркие. Вот. И нужно получше маскироваться. Дверь скрипит. Ветер. Сквозняк, точнее. Ну, так что. Утро. Оно такое. Кто-то сейчас скажет. Вот, ты тоналкой такую жару, девчонки. Но каждый выбирает по-своему. Кому как нравится. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется. Мне так комфортно. Вот. Скажем так. Я так себя чувствую более уверенно, когда у меня полностью, ну, сделан нормальный макияж. Перекрываю ее все пудрой. У меня такая пудрочка в оттенке 4201. Я ее использую только летом, потому что она темновата. Вот. И когда уже лицо подзагорело, нормально. То есть я всегда сейчас летом припудриваю, потому что, ну, как бы, жара, сразу кожа, точнее, блестит лицо. Так, ресницы у меня уже тут остатки роскоши тоже. Через неделю иду на реснички. Уже буду к отдыху готовиться. Так. Что, красим брови. Мне очень нравится этот вот бам, который есть у нас, ну, как бы, в моем городе. Но я вам скидывала в Телеграм. Вот. Скидывала вам в Телеграм я ссылочку, где можно заказать. И в интернет-магазин у них есть. Сразу по поводу ссылок, девчонки. Все ссылки, которые, на те товары, которые я покупаю, я оставляю только в Телеграм-канале. Ну, потому что в Ютуб это делать нельзя. Так что вы мне не пишите, Альяна, оставь ссылку. Вы сразу проходите в мой Телеграм, подписывайтесь и листайте там. Я всегда пишу пост ссылки и, в общем-то, смотрите там все ссылки. Мне очень нравится этот скульптор, который тоже я его покупала. Он вообще стоит какие-то копейки. Вот. Надо уже будет себе покупать. Еще один. Нашла его чисто случайно. Мне нравится оттенок. Как он смотрится. Вот. Смотрится это, конечно, все. Хорошу. Еще купила, знаете, что? Я купила вот такие вот румяна. Жидкие. Но мне этот оттенок светловат. Это 0,1. Надо взять какой-то другой оттенок. Мне вот эти румяна понравились больше, чем... Чем вот эти от Шик. От Шик они какие-то уж прям очень пигментированные. И там просто надо капельку. А эти, они такие, знаете, они хорошо, во-первых, распределяются. Я прям пальчиком. Но мне надо выбрать оттенок потемнее. Это для меня такой прям барби какой-то оттенок. Мне он не очень нравится. Вот. То есть он чересчур прям розовый-розовый. Но это вот кто любит. Видите? Ну, вам здесь плохо видно, как он смотрится. Вот. Те, кто любит прям такие, или кто девочки очень светленькие, вам прям будет хорошо. Мне не очень нравится. Ну, как бы я его сейчас наношу, но надо выбрать другой оттенок. А сама текстура этих румяна прям классная. И, знаете, хорошо очень распределяется. То есть если шик, надо прям капельку, и все. И оно как-то как вцепляется. То эти хорошо распределяются. Вот. Ну, вообще, моя любимая румяна, это вот. 04 от Luxe Visage. Такой оттенок. Обожаю. Так. И 780-ый карандаш. От Miss Taze. Так тоже его распределяю. Сейчас. Вот эта пупа у меня. Помада. Я ее ношу только сейчас, летом. Она такая очень баллистичья. Я ее, знаете, не намазываю, а вот так вот прихлопывающими такими движениями. Вот она не очень много вот этих блесток. И она прям как новогодняя елка. Когда вы так вот сделаете, я еще... А так как бы вбиваю. И тогда получается нормально. Все. Я пришла одеваться. Сейчас покажу вам свой образ. Слушайте, волосы не знаю. Вот отращиваю. И думаю, может быть, сделать и по каскадам. Ну, просто чтобы макушка была попышней. Ну, я еще думаю над этим, короче, вопросом. Либо так пусть просто остается. Меня, знаете, что бесит? Они, когда начинают отрастать, вот эта сторона хорошо лежит. Как бы я ее не укладывала. А вот эта вот вечно вот-вот куда-то топырится. Вот такие волосы, короче. Не густые, но и не особо сильно послушные. Мне нравится делать еще плойкой кучеряшки. Оно тоже, знаете, такой эффект, как бы, ну, прикольный. Короче, все. Я пошла одеваться. Вам покажусь. Я забыла нажать на съемку, когда собиралась на работу. И, в общем-то, образ свой не показываю. Сегодня у меня была тренировка в спортзале. Я решилась вам немножечко показать. Ну, потому что мне еще далеко до идеала. И есть еще животик, конечно, торчащий. Вот так вот мне тяжело, я устаю. А это моя тренер здесь свитится. Которая меня всегда контролирует. Я очень ей благодарна, потому что это действительно человек, который меня понимает, поддерживает. И, в общем-то, я хожу на тренировки с огромным удовольствием, девчонки. Так, теперь я хожу на дорожке, потому что очень жарко. Не хочу идти на стадион. Сейчас хожу, минут тридцать. Пойду домой. Короче, я в гневе, просто в дичайшем. Меня достали эти животные, которые заходят к нам через этот долбанный, блин. Эти долбанные ворота. Мои собаки, они приходят и гадят нам. А мои собаки потом валяются в этой фигне. И вот мне сейчас пришлось отмывать старшую собаку просто. Я не знаю, что мне сделать. Я больше их вообще не буду выпускать. Я не знаю. Сейчас приедет муж, пусть что хочет делает. Деревья, бревна закапывает туда. Все, что угодно. Я больше не могу все. Мое уже вот это вот терпение, оно лопнуло. Я не могу найти, где она извалялась, чтобы это все смыть. Потому что это просто невыносимо. Я ничего не хочу. Вот правда. У меня просто полная апатия. Я так устала от этого всего. У меня уже нет сил. Кстати, ездит робот-пылесос. Многие спрашивали. У меня их два. Один к Сайоми, а второй... Печеньки, я даже не знаю. Вот так вот так вот. Что это? Душко хоть китайский. Я связала кофточку на заказ в таком красивом стальном цвете. Спрячу ниточки и буду собирать хозяйки. Вот такая красота получилась. Это идет на 48-50 размер. Я мерить не буду, потому что у меня будет велик. Но получился очень-очень красиво. Девчонки, я тут начинаю чистить картошку. Хочу с вами поболтать. У меня ездит робот-пылесос. Многие написали, что звук тихий. Иногда, да, получается звук тихий, надо мне купить микрофон. Я уже задумываюсь над этим. Сразу хочу по ходу, по вопросам комментариев, которые вы мне пишите. Первый такой запрос по поводу заставления. Я заставляю ребенка читать. Смотрите, все дети разные. Я вам могу рассказать свою историю. У нас двое детей. Старший и младший. И дети от одного папы, от одной мамы. Матвей не любит читать. В отличие от Дани. То есть, Даня, он настолько всегда любил и любит читать, вот до сих пор, что в детстве надо было у него прятать книжки, потому что он ночью под одеялом, девчонки, их читал с фонарем. Вот, реально, я не вру. А Матвей, он, ну, как бы он, когда он начинает читать, он втягивается, но сказать, чтобы он в свое свободное время брался за книжку, нет. То есть, он за книжку не берется. И, в принципе, она ему не особо-то и нужна. Он особо-то и не переживает по поводу этого. И, как бы, он думает о том, что, ну да, ну, почитать. И мне приходится его заставлять. Потому что мое мнение, что в любом случае ребенок, да и взрослый, он должен читать для того, чтобы развивать свой кругозор, для того, чтобы развивать свой словарный запас, для того, чтобы знакомиться с новыми словами, которые в обычной жизни, в обиходе он не встретит. Ну и для того, чтобы, например, в любой компании, когда он вырастет, он знал, что, ага, там Алые паруса, это Ассоль и Грей, да, что есть какие-то классические произведения, например, Пушкина, Дубровский, да, которые нужно в его возрасте почитать. Я не говорю, что он там должен читать «Война и мир» в свои 11 лет. Нет, конечно. Но вот такие моменты мне приходится его заставлять. Если вы не заставляете своих детей, ну, если они вас сами читают, то вам очень повезло. У меня так было со старшим сыном. То есть мне не надо было его заставлять. Мне просто нужно было обеспечить его книгами, которые нужно было читать. А вот в данный момент Даня, он очень любит читать книги англоязычные, он читает. Мы в том году, пока летели в самолете 4 часа, он за эти 4 часа прочитал целую книгу. То есть он читает очень быстро, и из-за этого, скорее всего, у него и память так хорошо развита. Ну, не знаю, ну, вот так вот. У нас папа очень любит читать. Ну, а я не очень люблю читать. И в детстве не очень любила читать. Так что, наверное, гены мои сыграли большую роль в Матвея, чем у Дани. Вот. Так что, девчонки, приходится. По поводу второго момента. По поводу еще раз ссылок. Еще раз. Все ссылки в телеграм-канале. Заходим и все смотрим, ищем. Потому что, ну, очень сложно мне. Во-первых, не то, что сложно. Ютуб. В Ютубе нельзя ничего оставлять непроплаченного. Скажем так, только реклама должна быть оплачена с специальным кодом. Вот. А то, что я покупаю за свои деньги, соответственно, это же, кто вам его промаркирует. Но никто. Вот. Так что, заходим туда и смотрим. Следующий момент. По поводу собак. Сейчас я была просто злая, как собака сама. Теперь мне жалко, конечно же, Еву. Но она теперь лежит вон там, спряталась от меня. Потому что я ее ругала. На чем свет стоит? Я думала, я его прибью. Понимаете, это просто. Во-первых, она с этими камнями. Я не знаю. Вот у нас просто у собаки бзик. Ее наш племянник научил. Точнее, не научил. Он ей показал пару раз. Бросил ей щебенку, которая у нас лежит на въезде. И она вот туда ходит. Берет эту щебенку. И с ней играет. Грызет ее, лежит, охраняет, воет, пищит. Это невозможно. Я устала. Вот просто мы уже смирились. Мы игрушки покупали. И вот сейчас купили такой, знаете, мячик, который такой тяжелый. Нет, ей нужно именно этот камень. И вот все. Вот хоть ты убейся. И тут, получается, я приехала с работы. Еще сама не ела, не пила. Была в спортзале. Уставшая уже, да, как бы, выпустила. Я думала, ладно, пусть она побегает, там, минут 15. Пока я подогрею себе покушать. Я подогрела покушать. Выхожу и не пойму. Ну, хочу ее забрать. Не пойму, чем воняет. Думаю, блин. Просто у нас уже два раза вот так вот Лиза валялась. В этом во всем я ее мыла. А Ева как-то нормально, кстати. Она никогда вообще вот этим вот... За ней не было замечено такой глупости. А в этот я беру ее и все. Получается, я испачкала свою футболку. Руки, блин, короче, все, что я могла. И я просто завелась. Я думала, я ее убью. Сразу ее в ванну. Она боится, начинает трясти. Хочет выйти. Вот сейчас сидит. Где она? Вон она, она сидит за диваном. Ей сказала, только попробуй теперь выйти. То знаете, как? Дверь не успеешь открыть. Она уже все пулей вылетает туда. И бежит. Короче, блин, девчонки, вообще не знаю. Но если на ужин будет у ребят картошка жареная. Я поела рыбу. Я поела кабачок. И бакалажан вот этот вот с помидором. Короче. Вот, понимаете, день ото дня не приходится. Еще была на Валберисе. Покажу вам попозже покупки. Лиза тоже боялась, сидела. Короче, все меня боятся теперь. Но ничего, иногда тоже надо. Девчонки, по поводу салата из бакалажан. Вот я сейчас делаю еще порцию. Безумно получается вкусно. Так. Можешь возьмите такой. Вы знаете, он, особенно когда вот он еще постоит, он сегодня получается еще был вкуснее. Я сейчас тоже сделаю. Очень удобно я положила в лоточек. К любому блюду получается вам сразу как гарнир. Попробуйте сделать это очень быстро. И не надо вот это, знаете, стоять над плитой и жарить эти баклажаны. Баклажаны берут огромное количество масла. Почему я их ела? Редко. Я очень люблю еще, знаете, салат из хрустящих баклажан. И в крахмале обваливаешь. И потом это дело все в салат с помидором, с ялтинским луком сладким. Вот этот рецепт мне очень понравился. Прям возьмите себе на заметку, кто любит девчонки. У меня вчера мама тоже была в диком восторге. Она говорит, слушай, получилось как будто бы, говорит, как мясо. Вот. Они же мясистые. Если еще добавить приправу, как у меня для шашлыка. Будет вообще зачет. И уксуса я прям добавила чуть-чуть, чуть-чуть совсем. Прям капельку. А еще мне сегодня мои выпускники вместе с родителями. Они ездили в Казань. Привезли мне любимый мой чак-чак. Я его обожаю просто. Я вообще, девчонки, очень люблю такие вот печености. Типа чак-чак, хворост. Вот такое я обожаю. И там вот пирожки я, кстати, не очень люблю. А вот такое вот я обожаю. Еще я люблю вот такое вот. Такие вот кружочки. Я не знаю. Это получается джиганат какой-то казахский. Медово-ореховый. Я вот такие кружочки просто обожаю. Я сегодня съела два. Нет, вру. Два я съела на работе. И один съела сейчас. Хотя уже ужин. Но я не могла удержаться. И завтра на завтрак я их тоже поем. Очень вкусно. Так что, уважаемые родители, дети, кто смотрит, огромное-огромнейшее вам спасибо. Это очень вкусно. Это мое самое любимое. Но это так редко можно есть. Пока с вами болтала уже. Вот видите, целую плошку сделала. Короче, сейчас буду жарить мужикам картошку. Каждый хозяйка жарит картошку по-своему. Я могу сказать, как жарю я. Я всегда жарю на растительном и сливочном масле. То есть вместе. Потому что если на сливочном масле для меня это сильно горит. Давайте я вас сюда поставлю. Вот, кстати, пылесос. Он чем хорош, что он. Он, девчонки, собирает сразу пыль. Мусор сразу собирает. Вот. И по поводу картошки. Я жарю на сливочном и растительном масле. Мне так больше нравится. Не знаю. Потому что если чисто на сливочном, оно начинает все гореть. Если на растительном, ну как-то, не знаю. Если все вместе, то прям вкусно. Сейчас начинаем. Ставим, значит, мы с вами сковородку. И начинаем готовку. Огромное спасибо вам по поводу комментариев, по поводу уборки. Я поняла, что ни одна я такая. Кто-то пишет, что расслабляется, забивает нам все. Но я не могу, когда я вижу вот крошки, какие-то штуки. Ну, не знаю. Не могу. Я... Вот меня это прям триггерит. Меня это прям раздражает. Вот, девчонки, еще по поводу волос. Вы знаете, не знаю, что. Надо бы покраситься. Но сейчас, думаю, смысл краситься. Поеду уже на море. Там и так сейчас все выцветит. Потом у меня была идея. Думаю, может быть, мне затонироваться в цвет своих вот русских волос. Ну, тоже не знаю. Сейчас, потому что затонируюсь. Потом они не будут светлые. И придется все окрашивать. Короче, что меня кидает. Видимо, я устала. Мне пора просто в отпуск уже. Все, завтра у меня крайний день. День последний на работе. Я иду в заслуженный отпуск. Ничего не знаю. Все. Масло. Берем такой прям, знаете, хороший кусочек маслица. Как я тоже даю картошку жареную. Ну, увы, ах. Все, девчонки, я пошла резать. Мама подвела. Мама расстроилась. Мама расстроилась. Как ты могла меня так подвести? Не надо меня своим неизвестно, что ты там ела. Я тебя балую. Ухаживаю за тобой. Холю, лелею. А ты? Тебе не стыдно? Он говорит девочкам, что тебе стыдно. Стыдно тебе? Не надо мне рот затыкать. Стыдно. Ой-ой-ой, как плохо Ева поступила. Позор тебе. Мама расстроила. Я вышла с собаками. Так. Там машина. Повели меня сюда. Непонятно куда. Иди сюда. Так что мы ходим. Стой, Лиза. Стой. Тут какой-то пруд. Мы тут ни разу не гуляли. Смотрите, камыши. Я уже столетка мышей не видела. Лиз. Куда идем? В лес? Что у нас комары? Ева, ты куда пошла? Ну, назад. Мало тебе сегодня было? Все, девчонки. Я села за свое любимое занятие. Хочу быстренько себе на море связать такую базовую футболочку. Будут две нитки. Вот. Буду, короче, отдыхать. Все. Всех целую обнимаю. Всем пока. Пока-пока.